Всем привет! Всех рада видеть, всех рада читать, особенно постоянных слушателей. Сегодня у нас рубрика «Разговариваем за рулем», как говорится, в одного поговорю. Итак, налоги. Что такое налоги, зачем они нужны, почему их нужно платить, а может быть и не платить, и вообще, что делать начинающему предпринимателю. Ну, то есть, в принципе, вам с нами. Что делать нам, юным предпринимателям, вообще открывать, не открывать налог, как бы индивидуального предпринимателя или ОООшку. Об этом вы можете, в принципе, очень подробно почитать в интернете, информация масса. Я расскажу просто из личного опыта, как это делала я, стоит это делать или не стоит, и на каком этапе. То есть, ну, мой личный опыт, скорее всего, он даже будет где-то, с точки зрения закона, не сильно правильно, но вот так жили мы. Смотрите, пока вы работаете дома, пока вы домашний кондитер, пока вы домашний пекарь, не нужно вам открывать никакого индивидуального предпринимателя, потому что вы все равно нарушаете закон. Хотя, с точки зрения налогов, вы можете открыть патент, и там есть изготовление еды на дому. Но это все равно будет незаконно с точки зрения другого закона, санпина, да, и там, решения санитарного врача. В общем, вот такая вот коллизия. То есть, налоговая не против получить с вас деньги, но государство, в принципе, против, чтобы вы это делали. Поэтому я вам предлагаю и считаю, сидите, не отсвечивайте, работайте дальше, не хамите, то есть, как говорится, не травите людей, используйте нормальные продукты, чтобы к вам было минимальное количество претензий. Вот такая история. Дома нельзя категорически законно узаконить вашу деятельность, нельзя категорически. То, что вы делаете, вы также не забывайте, что вы еще нарушаете, по-моему, уголовное законодательство вы еще нарушаете, может быть, я немножко пугаю, это незаконное предпринимательство так называемое. Это попадает под юрисдикцию уже уголовного АБЭП, это экономические преступления. Они вам будут считать, если вас все-таки кто-то на вас конкретно настучит и пожалуется, они будут считать не ваш доход, а ваш оборот. То есть, вы, например, за год обернули, оборот не есть доход, да, обернули миллион. Обернули миллион, например, да, то есть, как бы, ну, это не очень много на самом деле, это кажется много. Это, например, тысяч по 90 в месяц, ну, это не сильно, сами понимаете, для домашнего кондитера один торт, если может, там стоит 20 тысяч рублей. Они не будут учитывать ваши расходы на все-все-все, просто оборот, поэтому, ну, когда работаете дома, просто будьте аккуратны, да, не привлекайте лишнего внимания, все-таки вы немножко нарушаете закон. Но АБЭП к вам не пойдет, почему? Так же, как и налоговая, в принципе, первая, вас очень много, вас миллион, даже больше, понимаете, каждый там второй дома что-то печет, что-то продает, поэтому ловить вот это вот, стрелять по воробьям, как говорится, но нет смысла, да, нет ресурса, они не могут предпринимателей поймать покрупнее, да, и вот они пошли по домам. Они к вам придут, если на вас прямо настучат, поэтому, ну, как бы, сильно о своей деятельности не рассказывайте, там, друзьям, которые могут не очень корректно себя повести. Но при этом в Инстаграме, в соцсетях рекламируйте спокойно, ну, как бы, пока не было еще прецедентов создано, что поймали в соцсетях и кого-то сильно наказали. То есть я, в принципе, ну, этого не слышала и не видела. Какие-то сплетни ходят, но они какие-то непонятные. Поэтому запомнили, да, что вы все равно нарушаете закон, поэтому никакой налоговой, ну, заявляться не нужно. Если вам, я уже говорила об этом в прошлом эфире, если вам понадобится какой-нибудь компании, что-либо отгрузить с документами, ну, вы можете, во-первых, некоторые компании прямо вот так глазки закрывать, ну, то, что у вас нет документов, то, что вы дома, то, что бла-бла-бла. Просто цена вопроса, да, как говорится, и вы что-то делаете уникальное. Ну, прям такое прикольное, крутое, да, что не делают корпорации и еще и недорого. Что вы делаете? Вы договариваетесь с каким-нибудь индивидуальным предпринимателем, желательно очень хорошим вашим другом, да, которому вы реально доверяете свои деньги, можете доверить, чтобы он провел это через себя, то есть через свою компанию, он проводит, проходит ранж, он выставляет все документы, вы обязательно предоставляете подписанные документы, акты, договоры и все остальное от компании, которая получила, и получаете свои денежки за вычетом налогов, то есть процентов по налогообложению. Хорошо, блин, наступил тот момент, когда вы все решили, что, боже мой, жизнь больше не жизнь, снимаю помещение, открываю индивидуально предприниматель, начинаю платить налоги, да, такая вся классная история. Хорошо, вы сняли помещение, я не буду вам говорить про санитарные, там, все эти требования, читайте в интернете, это реально очень все доступно, да, санпины скачиваете, работаете, применяете, просто я вам могу сразу сказать, помещение снять, которое отвечает санитарные требованиям санпина, из опыта моего личного нереально. Как бы, что бы сделала я, я бы сняла бы помещение в не очень примечательном месте, да, куда реально сильно не пойдут. Ну, то есть мы снимали, например, помещение на 2-й Котляковской, да, это замоскворецкая база с миллионом арендаторов, прям реально, к нам как-то раз приходила прокуратура, искала соседа, мы сказали, ребят, тут 100 зданий, как вы найдете, это огромная территория, ну, правда. Нет, у нас было замечательное помещение, все, кто были, подтвердят, да, очень классное, прям чистое, аккуратно, правда аккуратно, да, и арендодатель шикарный, если кому-то вдруг в Москве нужна информация, я могу реально поделиться и Алану своего порекомендовать, он реально классный чувак. Так, цена вопроса была недорогая, это база, там все в наличии, все в доступности, да, как бы сиди и работай. Там у нас соседи были суши ВОК, внизу еще какие-то тоже такие из крупных ребят были, ну, сетевиков, да, франшизников причем еще, франшиза тоже очень важная, круто. Все, вы решили открыться, вы молодцы, я вас поздравляю, вы все просчитали экономику, да, вы понимаете, что да, я смогу больше заработать, если откроюсь. Открывайтесь, да, если есть возможность не открывать ИП, не открывайте, если все-таки вариантов нет, открываем. Это можно сделать бесплатно, никому не платя, вообще, с этим справилась даже я, хотя я вот в этом вообще ничего не понимаю, абсолютно. Вы открываете сайт налог.ру, это официальный сайт налоговой Российской Федерации, там есть раздел, как стать индивидуальным предпринимателем, заполняете все пункты, заполняете все строчки, и что вы становитесь индивидуальным предпринимателем буквально в течение нескольких дней. Сейчас проблемы нет с этим, да, то есть особенно в Москве, в Москве вообще все как бы стало настолько автоматизировано, что даже удивительно. Вы открыли своего индивидуального предпринимателя, я вас поздравляю. Какое налогоблажение выбрать, да, прежде чем? Выбирайте, пожалуйста, если у вас нет бухгалтера, это вот прям реально, если у вас нет бухгалтера, и вы собрались делать кондитерские изделия, открывайте УСН 6%, это налогоблажение с оборота, то есть вы со своего миллиона отдадите государству 6%, в чем плюс? Минус, понятное дело, в деньгам, да, в чем плюс? Ну вы платите и платите, вообще на вас всем все равно, потому что документов с вас никаких не надо, просто платите раз в месяц, раз в квартал, вы платите 6% с оборота. Все, просто платите и ничего больше не делаете. Даже можете документы от поставщиков не собирать, их сразу в шредер. Ну, хранить их, конечно, в течение 3 лет, по-моему, или 5 даже, но, в принципе, мы в шредер спускали, да, то есть нам они не нужны, эти документы. Ну, потому что я плачу 6% пока УСН, и все. То есть вы платите 6% УСН, и вы платите раз в году пенсионку, номер пенсионного, он с восьмерки начинается, вы получаете от пенсионного фонда, они вам присылают письмо, и страх взносы. То есть ничего даже не сделав, если у вас даже нулевой оборот по налогам, вы платите вот эти вот доходы, эти пенсионные расходы, там, 30 тысяч рублей. Все, раз в году, обязательно, раз в кварталу, вы платите налоги, и раз в году до 25 апреля, если я не ошибаюсь, сейчас я рулят включу, там я неогрелся сильно, вы отправляете отчет в налоговую, да, о своей деятельности, даже нулевой, понимаете, если вы не отправите нулевой, вас оштрафуют. Просто нулевой, да, выгружайте, есть бесплатный сервис, из 1С, там, вообще, блин, на налоговые почитайте. Выгружать я из 1С выгружала, нулевку, а я как-то раз даже из моего дела выгружала. Ну, бесплатно там есть у них месячный период, вот я выгрузила, и все. Отправляете им нулевку, говорите, что я ничего не делал, обязательно платите пенсионку, обязательно, этот налог, даже если у вас нет деятельности. И все, работаете, да, то есть, как только вы открыли своего индивидуального предпринимателя, желательно в течение, там, трех месяцев, или даже месяца, если, по-моему, месяца, открыт расчетный счет. Если вы расчетный счет не откроете, вас налоговая может немножко даже на камералку вытащить. Ну, то есть, вам это не нужно, открывайте расчетный счет, и все. Открывайте расчетный счет в более-менее приличном банке. Я, например, открылась в банке открытия в филиале «Точка». Ну, как показала практика, даже топ-10 может попасть в пацанацию. Пацанацию попали, это читайте, их продали, все. Сейчас их акционируют и продадут кому-нибудь, скорее всего, на раздербанят на части. Я немножко по этому поводу переживаю, потому что мои деньги, как индивидуального предпринимателя, не застрахованы. То есть, государство страхует АСВ только наши физические счета. Ну, то есть, меня, как физика, мои 3 копейки застрахованы, как Юрика, нет. Ну, все-таки индивидуальный предприниматель – это больше к юрлицу относится, хотя по гражданскому законодательству я не являюсь физическим лицом. Печать. По налоговому кодексу официально я могу работать без печати. Я несколько лет работала без печати. Нам не нужна она мне была, вот и все. Я писала просто на всех документах, работая без печати. Реально имею право читать налоговый кодекс. Если что, письмо просто подготавливайте о том, что я Иванов Иван Иванович, работающий на основании УГРН такого-то, работа без печати, вот бумага, вот кодекс, до свидания. Но, как показала практика, без бумажки ты какашка, без печати не юридическое лицо. Поэтому печать сделайте, 300 рублей стоит. Просто вот сделайте и все. Вот можно биться со всеми. Но если вам не нужна печать, вот мне 2 года реально она не нужна была. Сейчас у меня очень много нужно печатать, я даже их 2 сделала. То есть, одна у меня на работе, одна у меня... Я не знаю где, я, наверное, ее потеряла опять. Ну, в общем, она ничего не значит, но она должна быть. Все, получается, открывайте расчетный счет там, где вам будет удобно. Удобно территориально, чтобы ваш банк не находился, вы, например, там в одном конце города, ваш банк в другом конце города, только потому, что у него тариф подешевле. Поначалу выбирайте самый дешевый тариф, вообще там с двумя платежами, то есть там с тремя салфетками. Не надо выбирать там для юрлиц там со 100 платежками, потому что все зависит от вашей деятельности, да, и, скорее всего, вам нужно будет поначалу вообще у вас будет счет нулевой болтаться, потому что он есть. Там резервируются счета сейчас без проблем очень быстро. Все, выбрали банк, любой там. Сбербанк, не идите сразу. Это очень дорогой банк, реально дорогой банк. Берет за все с вас. Очень дорогой банк, да, надежный, да, все, но они прям сильно дорогие, как вы знаете, они не очень лояльны. То есть там та же точка, тот же открытие, там те же какие-нибудь трансванс, банки, там. Ну, то есть выбирайте более-менее приличный, то есть хотя бы из топ-100, да, то есть не лезьте уж совсем там в непонятные рога и копыта, то есть, ну, правда. У вас проблема поначалу будет, для чего еще вам нужен расчетный счет, да, индивидуальный предприниматель. Если вы помещение свое будете снимать официально, то есть через договор, через с юрлицом, да, там без вариантов вам понадобится ИП и ведение счета. То есть здесь, да, а если вы договоритесь с каким-нибудь Васей, ну, за наличные снимают, то не открывайте ИП, опять же, да, то есть все, выбрать 6%, выбрали в УГРН, то есть, ну, когда вот ваши коды, вы будете деятельности выбирать, спасибо, чувак, спасибо, спасибо. То есть виды деятельности, когда будете выбирать, это законом не запрещено, и я так сделала, выбирайте по максимуму коды деятельности. Чем вы будете заниматься завтра, никому неизвестно. Я, например, не предполагала, что я закрою кондитерку, да, свое, и в итоге перетрансформируюсь в магазин, и в том числе в консалтинг немножко уйду, да, то есть как бы, все, я магазин, у меня розничная торговля, у меня интернет-торговля, у меня все коды открыты, я могу всем этим официально заниматься. Коды нужны для чего? Для того, чтобы налоговая знала, чем вы занимаетесь, если что, вас наказать. Ну, так, кода нет, вы работаете, и вас можно наказать за это. Открывайте, ну, то есть, ну, не открывайте уж совсем откровенные виды деятельности, которые, ну, вы, точнять не будете заниматься. Я не буду торговать героином, я поняла, что это наркотики не мое, да, и оружием, все остальное у меня открыто. У меня реально 4 листа с двух сторон распечатанных кодов деятельности, вот, мамой клянусь. Зачем они мне? Мало ли, денег не стоит, все. Запомнить, да, что налоговложение вы меняете раз в году, то есть, все, выбрали УСН 6%, в год сидите, как зайки, платите налоги, ничего не дергаетесь, да, как вот я, например, я жду Нового года, чтобы перейти на УСН доходы минус расходы. Все, с доходами, в принципе, разобрались, готовьте вопросы, напишите потом, я на них отвечу. А с введением счета тоже разобрались, удобно вам, чтобы было банкомата в сеть, потому что у вас с безналом будет проблема поначалу, откуда вам его брать, да, вам придется даже свои деньги вносить, для того, чтобы заплатить аренду. Это не возбраняется, это налоги с вами не платятся. Смотрите, УСН доходы минус расходы. Если вдруг кто-то здесь бухгалтер, и я что-то набрала, прям черканите, потому что я, ну, все-таки я обычный человек, могу немножко обманывать, ну, не по злобе душевное, потому что, может, и не знаю, как говорится. Доходы минус расходы. Я, например, доросла до этого положения, да, то есть я понимаю реально, что мне выгоднее доходы минус расходы. Но чтобы этим заниматься, то есть я не хочу этим заниматься в своей башке, да, то есть я нанимаю бухгалтера. С Нового года у меня появляется там все, очень сильно прошаренный бухгалтер, да, тетя Наташа, она, к сожалению, сильно занята, чтобы к нам присоединиться, я уже с ней разговаривала. Она такая вся прямо из себя, сильно тетка крутая, из корпорации глобальной, да, но в том числе занимающаяся лицами. Что, в чем плюс доходов минус расходов? То есть у меня очень, сейчас большой оборот стал, да, я магазин, вы сами понимаете, транзакции, все остальное прям большие, да, то есть, но минус в чем? У меня и расходы большие, то есть у меня маржинальность стала гораздо меньше, то есть с одного торта я получала раньше там прибыль вот такую, а с продажи я получаю прибыль вот такую, но вы понимаете, да, что в принципе маржинальность в ритейле не сильно большая. Поэтому мне нужно вот эту вот часть как-то себе стать, а я сплочу вот с этой части, налоги, то есть со 100 рублей я плачу 6%, а мне, а при этом я потрачу 90 рублей, да, расходов, потому что у меня аренда, у меня люди, у меня закупки, у меня официальные поставщики, то есть мы же всем по безналу платим, гоняем деньги, да, то есть у нас налички очень мало сейчас, проблема с наличными вообще всегда, даже у ИП, да, потому что налички нету, нала вообще нету, все по эквайрингу рассчитываются и проблема с налом, ну, это лирическое отступление, его и мало, я не хочу наличными связываться, если честно, неудобно, наличные плюс в том, что не плач-налоги, но минус в том, что неудобно, вообще за ним следить так неудобно, поэтому даже у нас на сайте, вы знаете, да, у нас эквайринг в обязательном порядке, то есть это Яндекс.Касса, это безопасное соединение HTTP, да, то есть как бы на работе у нас тоже в магазине эквайринговое оборудование стоит, чтобы вы картами рассчитывались, правда, нужно подтормаживать, надо сим-карту поменять, то есть, ну, мы заботимся не только как бы о вас, но и о себе, потому что, ну, это удобнее и безопаснее, сами понимаете, то есть, как бы, вот, доходы минус расходы, то есть я должна буду все свои доходы закрыть расходами, это что значит, то есть я должна буду предоставить вот этот пакет документов все накладные, все арендные, все заплаты, заплатила за свет завода, там, за туалетную бумагу, к расходам налоговую, налоговая это потом смотрит, почему я вам вначале говорила, что не нужно открывать доходы минус расходы, она смотрит, Она такая, Оксана Джамблатовна, а зачем вы сюда вставили покупку туалетной бумаги? А докажите, что она вам на работу нужна для ваших сотрудников или лично для вас. И ты такой, потому что она прям вот важна. А куда вам 80 рулонов? Ну ты же не будешь объяснять, что, блин, 80 рулонов туалетной бумаги стоило как 10 рулонов. У тебя была акция скидка распродажи, да, ты закупился на полгода. Ну это как бы реально случай в жизни, я как обычно покупаю сразу много. Понимаете, налоговая такая говорит, нет-нет-нет, не примем к расходам. Она не примет к расходам моей расходы на бензин, я должна буду доказать, да, либо заключить договор с Роснефтью какой-нибудь, да, чтобы она мне по безналогу гоняла бензин. Она не примет к расходу массу моих расходов, которые я реально трачу на себя, на сотрудников, на прочее, да. И я буду собирать прям расходы по максимуму, потому что чем больше у меня расходов, то есть вообще министерство финансов рекомендует, в письме своем рекомендовали о том, что 1,9% от оборота – это нормальная прибыль. Ну вы понимаете, да, то есть у вас миллион оборот, например, всего нужно там 190 тысяч заработать. Ой, 19 тысяч, извините. Ну то есть вот, моя задача сейчас – миллион расходов подгребсти. Поэтому я что сейчас делаю? Я готовлюсь к этому, я всех поставщиков на безнал перевела, да, по максимуму. Наличка вообще не имеем в дело. То есть мы платим аренду по безналу, то есть мы гоняем деньги по безналу объективно, да, потому что мы готовимся к расходам. У меня бухгалтер, да, у него свое ИП, оно все затраты на него мне закроют расходами. Ну то есть в принципе, да, я сотрудников, соответственно, вкину в расходы, да, потому что за официальная зарплата и все остальное. Надо будет себя на работу возьмут. Ну да, кстати, имейте в виду, что вы хоть и являетесь индивидуальным предпринимателем, рабочий стаж у вас не идет, декретный вы не получите, ничего не получите, только большое человеческое спасибо от себя самого, что вы такие айда, вы айда, молодцы. Поэтому, ну, имейте в виду, что по социалке вы вообще не защищены. Вот я с этим столкнулась в декрете, да, то есть... Да, короче, вот такая вот, блин, история прикольная. Так что вот, доходы минус расходы, да, это экономичный вариант, но вам придется работать, прям еще дополнительно работать над вот этим моментом, а вам реально не до него будет, по-честному говорю. То есть вам нужно будет разобраться с кучей вопросов, потому что пока вы сидите дома, у вас одни проблемы. Как только вы выходите в бизнес, да, то есть легализуетесь, у вас начинаются абсолютно другие проблемы, у вас появляется вообще масса вопросов. То свет, то буду заплатить, то поставщики, то... Это вообще целая история, да, то есть как бы... Как бы вот. Мне кажется, я все рассказала, все, что я знаю, да, то есть как бы, как я поступила, то есть вот мы только в этом, в следующем году приходим на доходы минус расходы по налогам. До этого у нас 6% ОСН, это я каждый месяц плачу, плачу и плачу, потому что суммы, блин, огромные, и я вот сижу, вот слезочки свои собираю, вот так вот. Но что поделать, нужно платить. Опять же, да, введение ИП у вас плюс, то, что у вас открывается больше возможностей, да, там с тем же компаниями по доставке, у вас больше скидки начинается, да, потому что там сразу не дает больше процентов, там... Ну, вообще как-то больше плюсов, чем минусов. Мы платим налоги, мы особо-то не воем, что там вот это плохо, надо уходить в черное. В черное так сейчас все сидят, да, и все равно государство всех за хвост ловит потихонечку. Ну, как бы... Ну, если вы дома сидите, идите дальше дома, честно, потому что то, что вы выйдете и снимете себе помещение, денег у вас больше не станет, у вас только станет больше геморроя и проблем. Вот и все. Это вот прямо мое личное мнение, я частично могу ошибаться, я не претендую, да, как бы, если вы уже совсем чувствуете, что вы готовы со 100 тысячами в месяц расстаться на помещение и на людей, где вы будете брать объемы, да, чтобы загрузить людей, ну, тогда, да, если у вас там прям обороты, обороты, вы можете, можете. Но тогда забудьте об отпусках, забудьте обо всем, потому что вам постоянно нужно будет работать над тем, чтобы загрузить ваших людей. Прямо постоянно. Итак, я ответила, постаралась на все, что я знаю, рассказать.